Тверская область приняла вынужденных переселенцев с Украины. Утром 30 марта организованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога. О том, как встретили граждан, рассказывает наш корреспондент. В Тверь прибыло более 300 человек. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей. О том, что регион готов принять вынужденных переселенцев, губернатор Игорь Руденя сообщил 19 февраля. Для этого по поручению главы региона созданы все необходимые условия, в том числе для проживания людей, обеспечены дополнительные резервы. Жители Верхневожья активно поддержали идею помощи братскому народу, подчеркнул Игорь Руденя. Задача власти, конечно, это детей в детский сад обязательно разместить, ребятишек, кто постарше, это школа, на работу, дать возможность работать тем, кто и по возрасту, и по состоянию здоровья может этим заниматься. Ну и, конечно, все размещены по нашим гостиницам. Все это в рамках Твери и Калининского района. Все условия очень достойные. Граждан встречали представителей регионального правительства, сотрудники главного управления МЧС Подтверской области, врачи. Был организован медицинский осмотр всех прибывших и горячее питание. Автобусам и транспорта Верхневолжья жители ДНР доставили в шесть заранее подготовленных пунктов временного размещения на территории города Твери. В пунктах медиками проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Руденя добавил, что регион готов оказать всестороннюю помощь переселенцам. Уверен, что и культурная программа, и выходные дни, все, что необходимо, все будет сформировано для людей, потому что мы хотим, чтобы и наш регион тоже выглядел не просто достойно, но может быть даже и стал родным домом для тех людей, кто решит связать свою судьбу уже с Россией на территории Тверской области. До сегодняшнего дня организованные группы жителей Донбасса на территории Тверской области не прибывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым, также оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.